Спасибо большое за приглашение. Немного о психологии в секции амбулаторной онкологии. Коротко поговорим про сексуальность. Наверное, для начала стоит обозначить контекст, в рамках которого это имеет смысл обсуждать. То есть, когда мы говорим о сексуальности женщины в рамках лечения онкологического заболевания и вообще заболевания, мы говорим о довольно широком контексте. То есть, условно, мы можем говорить о том, что сексуальность выстраивается из некоторых внутренних конструктов, которые включают в себя и идентификацию, самоощущение, образ тела, и выражение желания, и фантазирование. То есть, не сексуальное фантазирование, а в целом фантазирование как процесс создания некоторых фантазийных объектов разного рода. И мы говорим о некотором внешнем проявлении сексуальности. И вот на эти внешние проявления сексуальности онкологическое заболевание как раз-таки оказывает значительное влияние для женщин, которые пережили радикальные операции. И часто мы встречаем трудности, связанные с влечением, мотивацией, активностью, самопрезентацией, взаимоотношениями с партнёрами и физиологическими ощущениями, способностью их ощущать и выражать. И это два процесса, которые неразрывно связаны. То есть, выстраивание самоощущения, которое формируется в течение жизни женщины в ходе онкологического заболевания и его лечения претерпевает некоторые изменения, что, конечно, будет сказываться на самовосприятии. И, соответственно, говоря о контексте, мы затрагиваем... Я в своём докладе сейчас затрагиваю в основном внешние проявления сексуальности, о которых чаще всего говорят женщины, которые пережили радикальные операции. И важным моментом является то, что сексуальность и все физиологические и психические процессы, связанные с её проявлениями, затрагивают также активность, мотивацию и деятельность человека в контексте данного доклада женщины. То есть, мотивацию к активной деятельности, к участию в повседневной жизни, к выстраиванию нового своего образа, реконструкции своей идентичности и сексуальности после изменений, которые происходят с ней в ходе лечения. От этого зависят её адаптивные способности и вообще желание, здесь уже не сексуальное, но желание выстраивать себя в своём новом образе жизни и искать новое место для себя в системе отношений, в системе отношений с миром. И таким образом это становится довольно глобальной проблемой, которая затрагивает и внешние процессы выражения сексуальности, и внутренние процессы, образы тела, идентичности, самоотношения. И, собственно-то, почему это важно? На самом деле этот вопрос поднимается не так часто, в частности, психологами, например. И довольно мало литературы на этот счёт. И во многом это связано с тем, что долгое время, да и сейчас, пожалуй, тема сексуальности, как и тема смерти, табуирована как среди онкологических больных, так и просто среди людей. И мы не знаем, как об этом говорить, не то чтобы с пациентами, например, с нашими детьми или друг с другом, или со своим партнёром, потому что тема сексуальности связана со стыдом. И, собственно, так должно быть в процессе нашего развития. Рядом с сексуальностью должен быть стыд, но этим стыдом необходимо управлять. То есть его нужно прорабатывать. И также этот стыд влияет на то, что пациенты имеют некоторый низкий уровень информированности о собственной сексуальности. Часто это происходит в связи с каким-то культурным контекстом, из которого они как бы приходят в заболевание. То есть нарушение сексуальности или как сексуальная дисфункция некоторого рода, это не то, что происходит с пациентами в процессе заболевания и лечения, это то, что может случиться с ними и до. То есть те проблемы, которые у них были, связаны с выражением своей сексуальности, онкологическое заболевание и те изменения, которые пациент претерпевает, лишь обнажает. Соответственно, мы наблюдаем часто ограниченность ресурсов в интернет-пространстве и различного рода гадлайнов для онкологических пациентов о том, как выстраивать своё сексуальное поведение, отстраивать заново свою сексуальность. И в связи с чем пациенты оказываются в некотором информационном вакууме после лечения, и данная тема становится ещё более табуированной для них, потому что те темы, которые можно было бы обсуждать, теперь связаны не только с сексуальностью, но ещё и с колечащими операциями, со всем тем ассоциативным рядом, которые возникают в ходе лечения. То есть вся тема становится крайне травматичной для пациентов. И, естественно, часто я могу слышать от пациентов, что в ходе лечения приоритеты расстанавливаются иным образом. То есть главная задача, конечно, в ходе лечения разобраться с жизнеугрожающими факторами, а затем уже говорить о женственности, красоте и сексуальности. Но, однако, вопросы онкологического заболевания и его последствий волнуют женщин так же, как и вопросы собственного образа «я», собственной телесности, сексуальности и выстраивания дальнейших отношений, поскольку они проходят лечение для чего? Для того, чтобы пытаться жить дальше. Чтобы пытаться жить дальше, надо представлять, как это делать. Это вопрос, который затрагивает не только физические аспекты, но и психические аспекты сексуальности, женственности, как я уже говорила, идентичности. И, соответственно, казалось бы, небольшой фактор табуированности, низкая информированность во многом часто приводит к трудностям в адаптации после лечения, снижении активности повседневной и часто к самоизоляции. То есть пациенты ограничивают себя в контактах с партнёрами, им трудно выстраивать отношения, особенно если до этого женщина была одинока. И для того, чтобы вот эту некоторую теоретическую выкладку нам как-то опробировать на практике, мы провели небольшое исследование среди женщин. Выборка у нас небольшая, 73 человек. Это все женщины молодого возраста. И половина выборка — это женщины с опухолями, онкогинекологическим раком, и половина женщины с опухолями молочной железы. Соответственно, все женщины без психических расстройств в анамнезе. И это у нас вторая и третья стадия заболевания. Все женщины перенесли радикальные операции. Методы исследования, которые были использованы, это всем известный опрос некачество жизни. Важным аспектом была оценка депрессивных состояний, поскольку мы уже говорили о том, что сексуальность связана с активностью и мотивацией. И, конечно же, изменит сексуальность, изменяет и актуальный эмоциональный фон. Было важно оценить качество отношений с партнером и также сексуальное функционирование, конечно. И по результатам исследования мы обнаружили, что значительно снижается качество жизни у таких пациентов по сравнению с пациентами других онкологических заболеваний. Мы наблюдаем низкий образ тела и низкое сексуальное функционирование. То есть это качественные изменения. Но, к сожалению, у нас нет данных, например, до оперативного лечения или вообще данных на диагностическом этапе онкологического заболевания. Но однако же это крайне низкие показатели для женщин молодого возраста, у которых образ тела уже сформирован. И, соответственно, сексуальное функционирование тоже уже как-то выстроено. И мы здесь можем говорить о том, что крайне сильные сдвиги наблюдаются в самовосприятии и в том, как женщина функционирует сексуально. Также мы видим довольно высокий уровень депрессии. Причём у женщин после онкогинекологических операций мы отмечаем клинически значимые депрессивные состояния. И, кроме того, если говорить о сексуальном функционировании, мы также отмечаем, что все показатели гораздо ниже нормы, где нормальные значения — это три единицы, а мы отмечаем, что в некоторых случаях они падают даже ниже единицы и половины. То есть эти процессы затрагивают все этапы и сексуального функционирования, то есть начинают возбуждение интереса и желания, которое должно в норме продуцироваться, и заканчивая взаимодействием со своим телом. То есть часто мы слышим от женщин, что они могут испытывать некоторого рода отвращение к собственному телу и стыд за то, как оно сейчас выглядит. И часто мы отмечаем проблемы с самоидентификацией, то есть буквально женщина задаёт вопрос, кто ей теперь. Хотя внешне ничего не изменилось, её восприятие партнёрами, близкими, другими людьми также не поменялось. И при этом женщина может находиться в некоторого рода потерянном состоянии, потому что она не понимает, что изменилось, но чувствует, что что-то изменилось. То есть это некоторого рода такое тяжёлое психическое переживание, которое невозможно даже вербализовать, и которое, конечно же, сопровождается фоновым чувством стыда. И, значит, по итогам исследований мы обнаруживаем, что больше половины женщин у нас имеют трудности, связанные с сексуальным функционированием. И большая часть женщин в выборке нуждалась в том, чтобы была возможность выстроить диалог с лечащим врачом или с каким-либо другим специалистом о собственной сексуальности. И были выделены некоторые факторы, которые влияли на изменение сексуальности женщины. Это отношения с партнёром, поскольку многие женщины сообщали о том, что они стремились избегать тактильной близости с партнёром. Это было связано с тем, что, по их мнению, тактильная близость вела к половому акту, и такое избегающее поведение было попыткой избежать полового акта. Многие женщины воспринимали сексуальные отношения как обязанность и в таком случае испытывали чувство вины перед партнёром за то, что они не могут выстроить прежнее качество сексуальных отношений. И меньше половины женщины, но это довольно большая цифра для нашей выборки, пытались совместно с партнёром менять качество отношений. То есть менялась приоритетность, например, сексуальных отношений на какое-то другое совместное времяпрепровождение. Или партнёры и женщины делали попытки менять качество сексуальных отношений, исходя из того, какие дискомфортные ощущения они испытывают при половом акте. Из физических ощущений женщины называли такие факторы, как изменение эргостических переживаний, то есть речь шла о другой длительности, о другом качестве и о качественном изменении этих ощущений. То есть в этом случае женщинам приходилось проводить некоторого рода исследования собственной телесности, что вызывало трудности, потому что мы уже говорили о том, что это связано, собственно, со стыдом. То есть исследовать своё тело до онкологического заболевания женщинам было проще, потому что там был стыд преодолимый, и он был связан с некоторой нормальностью собственной телесности. Здесь речь шла о столкновении с травмой вновь. Естественно, болевые ощущения, которые женщины испытывали, значительно ограничивали их от нормализации сексуального функционирования, поскольку не только болевые ощущения, но и ожидания этих болевых ощущений тормозили влечение и, соответственно, возбуждение сексуального желания. И многие женщины отмечали изменение чувствительности, к примеру, кожных покровов в области проведённой операции, что в значительной степени также ограничивало их сексуальное функционирование. Важными факторами было утрата идентичности. То есть это больше половины выборки. Это то, о чём я уже говорила, когда женщине приходится вновь выстраивать собственный образ «я» и вновь отвечать себе на вопрос «кто я». И в данном случае этот процесс шёл довольно тяжело, даже с учётом психокоррекции, поскольку мы тут отметили, что символ груди или символ онкогинекологических органов как в какой-то степени символ женственности, материнства и сексуальности для женщин в нашей выборке, ну и, наверное, в принципе, она, я думаю, репрезентативна. И в соответствии с этим, утратив женственность, сложно выстроить идентичность, идентифицировать себя как женщину. То есть это, возможно, довольно парадоксальное переживание, но оно оказалось крайне значимым для женщин, переживших радикальные операции. И, конечно же, менялось отношение к своему телу. То есть появлялось больше критериев для нормальности телесности собственной и появлялось больше стыда в отношении того, чтобы демонстрировать своё тело. То есть женщины предпочитали закрытую одежду, предпочитали избегать обнажаться перед партнёрами, испытывали трудности в том, чтобы смотреть в зеркало, или испытывали трудности в том, чтобы себя ощупывать, например, во время процедур гигиенических. И среди эмоциональных реакций мы также отмечаем довольно тяжёлые переживания среди данных женщин. Помимо депрессивных переживаний, которые уже были озвучены, мы встречаем переживания стыда и вины, и они включены в систему отношений. То есть женщины переживают стыду вину не только в отношении партнёров, но и в отношении всех тех людей, с которыми они взаимодействуют, в отношении детей, потому что многие дети по-разному относятся к тому, что у мамы меняется внешний вид, и они также задаются вопросом, моя ли это мама теперь, и кто этот человек. И женщине приходится заново выстраивать некоторого рода отношения, с ребёнком объяснять изменения, которые произошли, и объясняя эти изменения, ей нужно предварительно самой для себя сформулировать, что она будет рассказывать. И это нужно рассказать, например, ребёнку, который в достаточной степени не осведомлён о том, что вообще происходит в процессе лечения, естественно. То есть это также довольно сложный процесс, который при наличии стыда и вины часто затормаживается, и женщина демонстрирует опять-таки избегающее поведение. И переходя к выводам, мы обнаруживаем, что пациенты обнаруживают проблемы, связанные с образом тела, идентичностью, активностью, женственностью, сексуальностью. Кроме того, отмечается снижение качества жизни, отмечается высокий уровень депрессивных переживаний и низкий уровень удовлетворённости отношениями. И важным аспектом, почему вообще я решила читать доклад для врачей, потому что хочется говорить о важности информирования. Только во всех тех сферах. Врачи с пациентами много говорят о побочных явлениях и об образе жизни, ограничениях и возможностях, но аспект сексуальности по понятным причинам часто упускается. То есть я не говорю, что вообще об этом не говорят, но говорят редко. И, наверное, есть некоторый ряд вопросов, которые в абсолютном большинстве женщины хотят задать своему лечащему врачу. Эти вопросы примерно представлены на слайде. И это вопросы о безопасности, о длительности восстановления и вопросы о том, к каким специалистам можно обращаться с целью коррекции и восстановления собственной сексуальной жизни. И у нас в России нет некоторых гайдлайнов или буклетов для пациентов, которые бы их информировали, но однако они есть в Европе. В частности, вот американское сообщество выпускает довольно много статей о женщине, её теле, о её сексуальности после лечения. И я думаю, что мы можем взять в качестве примера и создать что-то своё с целью информирования женщин. Спасибо.